Здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать о тех, кто попал в историю, а точнее в кадр архивного видео гостелерадиокомпании. И сегодня у нас в гостях Зоя Бойкова. К нам в редакцию позвонили ее родные, которые узнали молодую девушку на кадрах. Здравствуйте! Зоя Александровна, спасибо, что нашли время и возможность приехать к нам. Мы знаем, что вы живете далеко. Очень далеко живут, получается. 200 километров отсюда, в таежном поселке Черемшанка Курагинского района. Ну и расскажите, кто вам позвонил и сказал, что увидел вас, узнал? В интернете у меня есть племянница в друзьях. Мы мало общаемся, к сожалению, с ней живьем. И вот она присылает мне письмо электронное. И я вижу на кадре свою фотографию 19-летней девушки. Так это было необычно, вообще неожиданно даже. И тогда вы решили, что надо ехать. И она приглашает меня, вот надо вот приехать, сняться здесь, поговорить, пообщаться. Ну я решила, конечно, но ехала долго. Вы примерно подозревали какие-то кадры, откуда, какое событие, что снимали? Когда я себя увидела и так прикинула, что, возможно, это вот выпуск в училище в 79-м году. Мы действительно нашли архивные кадры. И с 79-го года это лето, юбилей Абакамского педагогического училища. Давайте сейчас посмотрим, и, может быть, вы узнаете себя. Узнаете, да? Узнаем. Вот она я, в центре прямо. Таня Щин сидит рядышком. Нам тогда дипломы вручали, а у нас с одногруппницей у нас дипломы с отличием были. Ну какая молодая. Но я не жалею, что 35 лет прошло. Да, конечно. Замечательно сейчас увидеть кадры такие. Конечно. Вообще чудо техники. А вообще вы узнаете тех, кто еще? Вот она, одногруппница, диплом. Здорово. Таня Щин. Она тоже работала в школе. Вот она. Мы с ней встречались недавно буквально. Я думаю, ей будет тоже интересно посмотреть. Конечно, конечно. А узнаете? Вот еще лица знакомые есть? Так, ну вот своих узнают. А вот Валя Ануфриева тут недалеко. Здорово как. Александра Агеевна, наша классная руководительница, вот в очках сидит. Сейчас даже актовый зал другой, конечно. А вот эту девушку я не помню. Это, наверное, не с нашей группы. Да, такая яркая внешность. Да, у Тани было платье в голубой горошек. Скажите, понятно, что тех, кого вы узнали, вы сегодня общаетесь. Мы знаем, что у вас это вот видео – настоящий подарок к вашему юбилею выпуска. Конечно. Мы общаемся сегодня. Мы с девчонками жили в общежитии. И вот многие из них, вот Татьяна, допустим, она в соседней комнате жила. Так, Любовь Васильевну мы недавно встретили. Это была наша завуч, учитель истории, которая вообще нас узнала сама через 35 лет и подошла прямо к нам сама. Вот мы знаем, что 35 лет была встреча. Расскажите, где сегодня ваши однокурсники? Разбросала ли по стране и вообще? Да, разбросала, но недалеко. Мы можем общаться. У нас некоторые только вот на Востоке есть. А вообще мы можем общаться. Но вот как-то так получилось, что мы после училища растерялись. Даже вот с близкой подругой, которая жила в Хакасии, мы растерялись. Раньше было не так просто было доехать до сюда. Это на электричке, на поезде с пересадками. Теперь просто сел на машину и переехал. Мы общаемся. Продолжили педагогическую деятельность многие? Да, многие работают. В основном, наверное, все работают, кто вот близкие такие подруги. Все работают. Но есть некоторые, которые вообще не работали в школе. Но там, видимо, свои у них причины на это. Я думаю, что у вас будет шанс поделиться этим видео со своими одногруппницами. Еще раз вспомнить те годы. Конечно. Мы договорились на встречу в июле. Замечательно. Ну, вы с таким багажом приедете. Солидно. Скажите, Ваше мнение. Насколько вообще вам было приятно, может быть, увидеть, вспомнить эмоции? Поделитесь. Ой, даже вот эта душа трещет. Конечно, было очень приятно, потому что фотография – это фотография. И тем более в то время даже фотографий было мало. А теперь вот вживую увидеть себя, подруг, учителей. Так благодарна учителям. 35 лет, а мы помним их. Но вот, к сожалению, мало кто остался в жизни. Ну, мы рады за вас, что подарили вам столько светлых эмоций. Спасибо еще раз, что приехали. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры, обязательно сообщите нам. Мы попытаемся найти это видео, и тогда именно вы станете гостем нашей студии. Телефон нашей редакции прежний – 22-72-82. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова